Питбулли, ротвеллеры, доберманы, алабаи, карликовые собаки и различные метисы – это преданные друзья, любящие людей. У каждой собаки, которая находится на передержке в городской службе по контролю за безнадзорными животными, своя история. Когда-то они все бегали по улицам города. Однако неравнодушные жители Рязани и области в свое время подали заявки на вылов этих животных. В офис поступает заявка. Мы составляем маршрутные карты. На следующий день и последующие дни уточняем время, когда бывают животные, смогут ли люди показать, потому что собаки не коробки, они на месте не лежат, они перемещаются. Дальше ловцы выезжают, уже в бригаде два человека. У них есть ловчие сети, у них есть петли, есть ветеринарные препараты, такие седативные, есть наркоз. То есть и в зависимости по ситуации ребята уже работают. То есть они приезжают, если собака не идет к рукам, они уже наркозом пробуют ее ловить. В Рязани есть две передержки. Сначала животные проходят карантин, их лечат, а затем они уже попадают на эту вторую передержку, где дожидаются своих хозяев. Хотелось бы сказать, что здесь собак не усыпляют. Даже тех, которые серьезно больны, стараются вылечить, поставить даже на инвалидную коляску. Например, у этой овчарки сломан позвоночник. Ходить она не может, но уже полгода здесь она живет, питается, общается с другими собаками. И у нее даже есть инвалидная коляска, на которой она может гулять. Все собаки, которые находятся здесь, проходят процедуру стерилизации. Городская служба по контролю за безнадзорными животными сотрудничает с несколькими ветклиниками Рязани, где в определенные дни недели бесплатно проводятся процедуры выловленным бездомным животным. Насчет кастрации, как она благоприятна для дальнейшей жизни или нет, я считаю, что, конечно же, да. Потому что, во-первых, это исключает стресс у животного, в первую очередь это половое стресс, а во-вторых, уже нет конфликтов с другими, своими сородичами по поводу противоположного пола. Поэтому я думаю, что кастрация только благоприятно способствует. Ну, а во-вторых, это на путь уменьшение количества безнадзорных животных, то есть, чтобы не плодились они. После стерилизации и необходимого лечения для каждой собаки открыто несколько возможностей. Дальше, если объявляется человек-опекун, то есть, человек, который кормил этих собак, ухаживал за ними, и если нет жалоб на то, что собака была агрессивна, охраняла свою территорию, собака может быть выпущена под договор опеки. Ей устанавливается желтая клипса, чип, она прививается от бешенства и выпускается обратно в среду обеданий под ответственность человека уже. Агрессивных собак, которые хотят наброситься на человека, со временем могут усыпить. За остальными ухаживают днем и ночью, помогают юному потомству. Здесь есть совершенно замечательные щенки и настоящие сторожевые псы. В этой передержке можно найти себе не только настоящего друга, но и оказать поддержку этому предприятию. В данный момент сейчас в школах проходит акция по сбору необходимых медикаментов и лекарственных препаратов для всех этих собак. И каждый может помочь этим животным. В двух передержках содержится более 420 собак. Население Рязани составляет полмиллиона человек. И если некоторые из этих людей отреагируют и захотят завести себе верного друга, на улицах города, может быть, в скором времени вовсе не появятся бродячие собаки. Стоит сказать, что не за горами уже 2018 год, год собаки. Вероятно, неспроста в мире так сильно почитают это животное. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».